Привет, друзья! С вами Гринланд. Сегодня у нас обзор и обозревать мы будем Супер Шреддера по фильму Черепашки Ниндзя 2. Это Супер Шреддер! Коробка оформлена очень круто. На передней части мы видим черепашек с разбитой канистрой мутагена. Сзади на фоне тени Токи и Разора. И подпись Супер Шреддер. Сбоку у нас сам Супер Шреддер с логотипом фильма. С обратной стороны у нас клевые фото с черепашками и Супер Шреддером. Сбоку с другой стороны такая же самая картинка. Сверху просто надпись самого фильма, название. И снизу, конечно же, информация про тех, кто сделал этого Шреддера. А теперь открываем коробочку. Опа! А вот и он. Супер Шреддер. Тут фотография. Тут сама фигурка за прозрачной оболочкой. Выглядит он здорово. Он огромный, тяжелый, увесистый. И давайте будем вынимать его из этой упаковочки. И смотреть, знакомиться с ним ближе. Вот так, друзья, он запакован. Давайте посмотрим, что у нас там за задний фон. На заднем фоне у нас просто части того моста, который развалился в фильме. Когда черепашки победили Шреддера. Шреддеру закрепили ноги. Тут прикрепили сменные руки. Его алибарду также прикрепили. Канистру мутагена. А тут у нас торчит плащик. Вот такой он супер Шреддер. Стоит очень крепко на ногах. Выглядит довольно прикольно. Ой, смотрите, сразу же отвалились у него шипы на правой руке. На левой держится крепко. Видимо, отклеились вот такие шипы. Шипы, кстати, резиновые, мягкие. И смотрите, что тут у нас. Вот такая вот штука. И вряд ли оно прикрепится. Надо будет подклеить. Сразу же брак. Вот какой у нас получается интересный обзор. Сразу же бракованный супер Шреддер. Шипы улетают. Супер Шреддер в фильме появлялся очень ненадолго. В конце второй части Шреддер мутировал и сражался с черепашками в финальном сражении, которое было довольно-таки быстрое. Вот такой вот скульпт сделала Нека для Супер Шреддера. Мне на фотографиях казались немного упоротыми его глаза. И тут они выглядят также довольно-таки весело. Видимо, Шреддер жутко удивлен, что мутаген на него подействовал. В отверстиях его шлема мы видим, что кожа Шреддера изменилась. Также мы это можем заметить по рукам. Вот гляньте. Она стала такая складчистая. Она стала как будто он после ожога восстанавливается. И кожа у него поменялась. Видимо, она стала крепче, толще, потому что он мутировал. Также поменялся и вид самого Шреддера. Его шипы на плечах выросли, увеличились. И выглядят вот так, как на нашей фигурке. Эти шипы сделаны из мягкой резины, как и те, что на руках. Они заостренные с этой стороны, довольно остренькие, но мягкие. Упакованы дуклёво, поэтому шипы не деформированы. А вот эти наплечники уже сделаны из более твёрдой резины. И их согнуть тяжело. Также острый шлем Шреддера. Сверху эта часть, это пластик. А тут такая часть, как кольчуга сделана. Вот эта защитная на голове штука. Она шероховатая. Она такая на ощупь текстурная. Палец проводишь и как будто по рыбьи чешуе проводишь. Передняя часть шлема полностью металлическая. С такими прорезями для того, чтобы Шреддер мог дышать. На шее у Шреддера вот такая складчатая часть одежды. Это видимая часть плаща, верхняя его часть. Плащ у него широкий. Сделан из такой гладкой материи. Сверху он блестящий. С внешней стороны, с внутренней стороны он просто чёрного цвета. Одежда Шреддера и сам Шреддер покрашены фиолетовым. И она такая матовая и немного шероховатая на ощупь. Это одежда, это его тело. Видим, выделяются все мышцы Шреддера. Мышцы на руках выделены. Плюс ещё подрисованы здесь также мышцы пресса, грудные мышцы и мышцы на ногах. Очень стали они рельефными. Мутаген добавил Шреддеру рельефности. Так что качки берите на заметку. Так, смотрим на Шреддера с обратной стороны. Тут тоже у него мышцы спины. Очень рельефно выделяются. Сзади трицепсы видим. И вот эти шипы на левой руке у нас довольно-таки плотно крепятся. В отличие от правой. Тут на руках намотки и к ним уже прикрепляются эти шипастые части. На ногах у Шреддера такие традиционные шлёпанцы ниндзя. И намотки до самой голени. Высоко сделаны намотки. На этих намотках спереди тоже шипы. Также сделаны как на плечах и на руках. Из мягкой резины. Основа у них твёрдый пластик. А сами шипы мягкая резина. Тут они заострены. Просто видим пальцы Шреддера, которые разделены. Отдельно большой пальцем, отдельно остальные пальцы. Как в Вьетнамке. Тут такое крепление, как у Вьетнамок. Вообще получился такой интересный скульпт у Шреддера. Такой у него странноватый вид с этими выпученными глазами. Которые выглядывают из-под шлема. Фигурка устойчивая. Фигурка тяжёлая. И фигурка также артикулирована. Давайте будем разбираться с артикуляцией. Вращается голова у Шреддера. Он может посмотреть в обе стороны. Может наклониться. Может поднять голову вверх. Но минимально, потому что вот эта часть его головного убора мешает ему высоко голову разогнуть. В плечах руки вращаются. Очень тугие ещё суставы. Фигурка новая. Только достали из коробки. Соответственно суставы туго будут вращаться. Вращаются в плечах и сгибаются. Я аккуратно буду отгибать, чтобы те наплечники не повредить. Вот здесь есть на изгибчик сустав и на вращение. Вот на этой руке мы будем показывать, потому что тут уже точно ничего не отлетит. Так, локоть просто изгиб. Причём вот далеко не пускает этот бицепс локоть, чтобы изогнуться. И тут ещё дополнительный сустав есть, гляньте. Между самой кистью и локтем на предплечье, на среднее предплечье, есть дополнительный сустав тоже на изгиб. Можно вот так вот сгибать руку. Что-то похожее у Бакстера Стокмана классического наблюдалось. Здесь вращаются кисти и кисти сгибаются. Вращается шреддер в месте прикрепления грудных мышцев к мышцам живота. Вот тут у него сустав. А на поясе такое впечатление, что сустав ему не сделали или нет. Сделали тоже. Есть, есть, ребят. Есть, он очень тугой. Вот можно его выровнять, ровно поставить. Всё нормально. Крутится и на поясе, и в месте прикрепления груди к животу. Ноги. Тазобедренные, конечно же, суставы. Они шарнирные. И они вот так вот вращаются и двигаются в сторону. Но нет там отдельно такого, как в плечах сустава. Он просто на шарнире нога отодвигается. Смотрим колени. В колене стандартный двойной суставчик. Будем изгибать. Вот раз изогнули. Вот два изогнули. Вот настолько шреддер может изогнуть свою ногу в колени. Ну, достаточно хорошая артикуляция ноги для такой большой массивной фигурки. Вот он может куда-то ногу свою выставлять. На черепашку поверженную, например, сверху. Ну, тазобедренный не очень пускает. Не могу сказать, что тут свободная артикуляция. Упирается он в эти плавки шреддерские. Так, разогнули. Разогнули. И смотрим, еще и стопа изгибается. Вот так, видите? Вверх-вниз. Вот такая артикуляция. Артикуляция нормальная. Очень тугие суставы. Фигурка крупная. Фигурка такая, больших размеров. Высокая. И поэтому суставы тоже у нас вращаются нелегко. Но они и не должны легко вращаться. Чтобы такая фигурка держала какую-то позу, у нее должны быть такие тугие суставы. По-другому он просто будет падать все время из-за того, что будут разгибаться ноги. Из аксессуаров у нас, конечно же, есть канистра с мутагеном с надписью TGRI. Вот такая пластиковая канистрочка зеленого цвета. Сама стеклянная ее часть. Как будто бы там мутаген, как будто бы она наполнена мутагеном. И металлический, такого металлического цвета. Верхние части, или боковые части, если правильно говорить, канистры надписи TGRI черный. Клевая, прикольная канистра. Очень клево будет смотреться на фотографиях, я думаю. Вторым предметом, которым владеет наш шреддер, является вот эта алибарда. У нее длинная рукоятка и верхняя металлическая часть, заостренная на конце. Тут со всех сторон острия такие, лезвия у нее крутые. И сверху у нее длинное искривленное лезвие. Внизу также вот такое острое окончание, которым можно тоже нанести некий урон врагу. Вот как верхняя часть выглядит вблизи. Тут еще есть такой кружочек, которым оно крепится к самой рукоятке. Рукоятка черная, тут серого цвета, тут под металл. Это сделано вверх этой алибарды. У шреддера имеется 5 сменных кистей. Почему 5, сейчас вам объясню. Есть вот такая вот раскрытая рука. Видите, кожа на руках тут тоже пострадавшая от мутагена. Вся такая покоцанная, вся такая сморщенная. Есть рука, которая будет держать оружие, алибарду. Она резиновая, она разжимается. Из мягкой резины все руки. И есть рука вот такая широкая, которая будет держать канистру с мутагеном. Давайте попробуем прикрепить к шреддеру какие-то из рук. Так вот, выковырял я руку сжатую в кулак. Там отверстие. И ставим вот эту руку, в которую можно будет мутаген засунуть. Очень аккуратно все надо делать. Мягкая резина, если изогнется сама вот эта вот штука, которая вставляется, то будет потом невозможно вставлять кисть. Так, с одной стороны поменял на руку, держащую мутаген. Давайте будем мутаген туда вставлять. Легко входит мягкая рука. Может вам держать канистру спокойно, свободно. А в правую руку будем вставлять ему алибарду. Вот она, видите, разжимается и вставилась. Вот. Теперь немножко надо разогнуть. Вот так. Очень крепко, хорошо он держит свою алибарду. И можно ее в руке вводить вверх-вниз. И вот такой вот получается шреддер, держащий оружие и мутаген. Конечно же мы сравним шреддер по размеру с черепашками. И посмотрите, насколько он больше черепах в фильме, он был больше. И тут Нека придерживается своих стандартов. Она делает размеры, которые соответствуют размерам фильмов, мультиков. Которые реально, прям как в фильме Шреддер, намного выше черепах. Гляньте, насколько он выше черепашек. И, конечно же, это серьезный соперник для черепашек. Сражаться с ним будет довольно сложно черепашкам, потому что он намного больше их. В фильме они выскочили из этой передряги, завалив его мостом. Я думаю, и у моих черепашек все получится супер-шреддером. Вот таким получился супер-шреддер у Нека. Мне фигурка понравилась. Вид у нее очень брутальный. Она высокая, тяжелая. Она соответствует черепашкам по своему размеру. И это здорово. Я думаю, эту фигурку будет клево выставить на полке. И, конечно же, клево будет фотографировать ее вместе с черепахами в каких-то батальных сценах. А вот играть ей будет довольно-таки сложно, потому что, как видите, отлетают шипы. Потому что это все-таки коллекционная штука, больше подходящая для коллекции, чем для игры. Ваших мнений о шреддере я, конечно же, жду в комментариях. С вами, как всегда, был Гринланд. Кава-банга, чуваки. Пока-пока.